12 квадратов. Берем 12-ти угольник, рисуем там внутрь квадрата. Конечно! И все должно совпадать. Нарисовать 12 квадратов, чтобы они все были одного размера, и вершина любого была бы вершиной еще одного квадрата. Смотрите, господи, окружность уже можно стереть, и наоборот, везде эти точки соединить между собой отрезки. А на клеточках никак. А ведь диаметрия, это не обязательно, клеточки. Я совершенно не зря говорю про галки. Кривые существуют, и окружность существует, а по клеточкам ее нарисовать нельзя. И вообще жизнь – это не только 90 градусов. Бывают разные другие. Поэтому и сказал, как-то проще всего нарисовать. Сначала нарисовать окружность. У кого есть циркуль, просто циркуль, от руки тоже можно, в принципе. Вот. У тебя начинается самое важное. У тебя начинается самое важное. Я для каждого из этих отрезков нарисую квадрат с такой стороной внутрь правильного 12 угольника. Только для того, чтобы это точно сделать, мне интересно узнать, какова же здесь величина угла. Проще всего смотреть как. Когда есть 12 угольник правильный, то у него все углы одинаковые. Поэтому, если я найду сумму величин углов и раздену на 12, то я как раз и получу. Как искать сумму углов 12 угольника? А смотрите, я беру центр и соединяю со всеми вершинами. Сколько я получаю при этом треугольнике? 12. У каждого треугольника сумма величин углов какая? 180. Отлично. Значит, я должен 12 умножить на 180. Вот именно. В вершине, у них у всех была общая вершина, да? у этих манабельных треугольников. Здесь набралось лишних 360. Значит, надо вычислить 360 и разделить на 12. Сколько будет? 150. Вы правы. Потому что, когда делишь, то получается 180 минус 30. Потому что 30 делит на 12. Это 150 градусов. А теперь смотрите. Если вы берете какой-нибудь квадрат, здесь 90, а в сумме 150. 60. 60. Значит, на самом деле, чтобы получить следующее, не ближайший, а следующий квадрат, вы должны здесь нарисовать правильный треугольник, а здесь нарисовать квадрат. Господа, а давайте-ка я пока пройду и нарисую не все квадраты, а половину равносторонней треугольника. Нарисуйте. Вторую половину квадратов пока рисовать не надо. Можно было по-другому рассказывать. Взять правильный шестиугольник и на его сторонах нарисовать квадраты. Может быть, у меня так даже лучше получится. Вот, господа, если я рисую равносторонний шестиугольник, приравноугольник, то есть правильный шестиугольник и на каждой стороне рисую по квадрату. Видите идею? Что у меня тогда получается? Получаются те самые равносторонние треугольники. Правильно? Вот. Ну, опять, извините, что я что-то не очень ровно рисую, но... Так, мне ведь важно не то, чтобы он красиво, а то, чтобы вы поняли. Если смотреть только на квадраты, то где с вершинами все хорошо, а где плохо? Вот здесь вот все хорошо, правда? Здесь по два квадрата встречаются. Да. А где плохо? Вот здесь плохо, правда? Замечательно. А дальше вы делаете замечательную вещь. Вы говорите, что вообще-то вот эта фигура это правильный двенадцатиугольник. Здесь вот я просто начинал с него, правда? И значит, можно нарисовать что? Ну, повернуть картинку на 30 градусов относительно центра. Совершенно верно. Повернуть картинку... У меня не очень хорошо получается, но... Ну, это можно просто нарисовать точно на компьютере. Конечно! Это смысл более-менее понятен. Поправим двенадцатиугольник и рисуем квадраты внутрь него. Дальше... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...